И всем привет, с вами Ростиксон. В этом видео будет и загадка с ценными призами, сегодня буду прыгать в Неву, раздавать листовки с гримасом, будет викторина в Макдональдсе, ну и конечно расскажу о гримасе и многое другое. А теперь загадка. Первый, кто отгадает в комментариях, отправлю ему приз в гримасах. Думаю, хватит точно на 10 бургеров. Так вот задача. У кого всё в жизни, всегда оборачивается сторицей, но подумайте хорошо. Ну всё, просто легко, но важна формулировка ответа. То есть если ответ вы сделаете похожим, но пишите смысл ответа, я зачту. Жду. Сейчас вы увидите, как я задаю вопросы по крипте. Если правильно отвечают, то я покупаю любое комбо в Макдональдсе. Также я просто раздавал листовки и спрашивал людей, что они вообще знают о криптовалюте. Ну и 100 рублей каждому. Такс, ну ещё и в Неве попрыгал. Мне понравилось. Спасибо гримасу. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Хорошо, спасибо. Привет, задам тебе пару вопросов. Знаешь что-нибудь о криптовалюте? Нет, не знаю. А какие они криптовалюты вообще знаешь? Я знаю только биткоин. А у тебя есть знакомые, которые занимаются криптовалютой или что-то ты слышала в последнее время о крипте? Нет, у меня знакомых нет, к сожалению. Но я знаю, что биткоин упал за последний год. Спасибо за ответы. Гримас дарит бесплатное комбо в Макдональдсе. Здравствуйте, вы знаете что-нибудь о криптовалюте? Да, слышал я. А что слышали? Это виртуальные деньги. Спасибо, вот вам если интересно, можете дома посмотреть о этой криптовалюте. Спасибо, удачи. Привет, знаешь что-нибудь о криптовалюте? Привет, вообще нет. Вот придешь, листовка дома, по QR-коду посмотришь. Давай. 100 рублей, удачи. Привет, задам тебе пару вопросов. Здравствуйте, давайте. Знаешь какие-нибудь известные люди, которые крипто покупали? Только Илона Маска. А у тебя у самой крипта есть? Нет. А почему? Я в информатике, но извините, пожалуйста. Спасибо за ответы. Компания Гримас вам подарит комбо в Макдональдсе любое. Спасибо. А теперь мой стих про Гримас. Думаю, я смогу объяснить весь смысл. Гримас, Гримас, ты кто такой? И тотчас я узнал, и в час суровый я был ногой. В тебе есть все для роста, и фанатов уже не весть. А все говорят, идея пуста. Сейчас они комментаторы. Завтра опять по плану рост. Позже они покупаторы. Повезло. Админ не прост. Гримас, твой билет. Ватали рай. И карты 6 валет. Сам выбирай. Выдержишь ли блеф? Ты хочешь сразу в рай. Но ведь для всего нужен риск. А черт с ним все забирай. И записано все на диск, но не забывай. В сыноком поставить сумей. Ну ладно, бывай. И все смеясь проиграть сумей. Ведь это лишь игра. Или ты по жизни всех хромей. Ну вот как-то так. Такой мне стих пришел. Можете в комментариях написать как вам. Почему я купил Гримас? Я считаю, что большая часть успеха зависит от создателя. Потому что все. Практически все зависит от него. Он сам выбирает команду. Куда проект движется. Сколько вы знаете создателей проектов? Да не все жулики. Но я бы доверял только Виталику Бутерину, ну и Сатоши. Я считаю DC умным человеком. Но самое главное, я смотрю на его дела. Также по ссылке в описании будет его ТГ канал. Сами сможете прочитать. Там закрепы и все видно. Так вот. Если у вас по-настоящему умный основатель. Которому главное сделать то, что в голове, а не деньги. У вас уже проект, который будет входить в топ 10 лучших монет. А уже потом идея, маркетинг. Если у вас умный, то могу ли я ошибаться? Да. Притом админ с огромным опытом. В большинстве положительным. С пониманием психологии толпы, рынка, с деньгами. Самое интересное контролем монет. Сказал бы Слюша Сатоши. Чувствуете, чем пахнет? Такс. Могу ли я ошибаться? Могу. Но я лучше ошибусь, чем пропущу такую возможность. Поэтому я и купил гримас. Ну, заработал с этого пока что, ну там, тысячи две долларов. Уже их вывел. Ну, знаете, там такие антифон монетки лежат. Лучше ошибиться, чем не сыграть в игру. А у вас есть гримас? Что о нем думаете? Не забывайте участвовать в конкурсе. У нас есть гримас. Продолжение следует...